Здравствуйте! В эфире проект телеканала Беларусь-4 «Школа жизни». От чего зависит здоровье современного ребенка? От двигательной активности и сбалансированного питания? От распорядка дня, а может быть, от эффективности уроков физкультуры? Специалисты утверждают, что от всех этих факторов вместе взятых. Сегодня мы поищем ответ на вопрос, как приучить ребенка к регулярным занятиям физической культурой, чтобы он был действительно здоров. Каждый раз, когда родители представляют своего ребенка будущего, они думают, что он у них будет здоровый, сильный и достигнет обязательно каких-то успехов. Как сделать, чтобы это было действительно так? Как дать возможность ребенку быть сильным и здоровым? Дружат ли наши дети сегодня с физкультурой? Да, дружат, но иногда случается, что и нет. Если внимательно посмотреть на детей, которые бегают и играют во дворе, какое у них выражение лица? А если вы видите на улице унылого ребенка, чем он занят? Он точно не бегает и точно не играет. Дайте им возможность. Физическая культура в жизни ребенка – очень важный вопрос, так как она влияет не только на физическое, но и на интеллектуальное и эмоциональное развитие. В начале нынешнего учебного года школьник из Могилевской области умер прямо на уроке физкультуры. Что это? Трагическая случайность или современные дети совершенно не приспособлены к минимальным физическим нагрузкам? Это заблуждение, что сейчас на современных уроках физкультуры очень большие нагрузки. Сейчас все очень лояльно. С учителей сейчас не требуют, допустим, как в советские времена ГТО, чтобы каждый хотя бы на тройку сдал норматив. Каждый ребенок вправе отказаться от выполнения упражнения и как бы не последует никакого наказания. Каждый учитель заботится прежде всего, чтобы дети нормально ушли с урока, следит за утомляемым по внешним признакам. И если видит, что, извините меня, третья степень усталости, на лице уже пошли белые пятна, любой учитель остановит ребенка и скажет, все, хватит. Очень часто мы путаем понятие «произошедшее что-то во времени после» или «это является причиной». Возможно, ребенок умер на уроке физкультуры, а в ситуации, в которой он умер и дома, и во сне, и в постели, бывает так, что причина смерти не связана с физической нагрузкой, хоть и совпала по времени. Дети сейчас из-за того, что мы никак не предоставляем им возможности активно двигаться, постоянно их оберегаем, считая, что если он не будет проявлять физическую активность, то у него сохранится здоровье, и он станет еще крепче. Это абсолютное заблуждение. Для того, чтобы научиться плавать, надо как минимум погрузиться в воду. Для того, чтобы стойко переносить физические нагрузки, надо постоянно упражняться. Кстати, а вот с какого возраста нужно приобщать детей к физическим упражнениям? И делается ли это правильно, вот исходя из вашего профессионального опыта? Ну, вообще физическая культура, она проходит уже с рождения, правильно? Сначала ребенок хотя бы головку пытается держать, да? Потом начинает ползать, ходить, бегать. И это через всю жизнь проходит. Нет такого возраста, что все, вот мы 4 года начнем укреплять организм. Да? Нет. Это может быть, вот, начиная от закаливания и заканчивая тем, что мама, возьми меня на ручки. Нет, давай немножко все-таки пройдем пешком. Когда ребенок маленький, через то, что он изучает окружающий мир, развивается его мозг. То есть, грубо говоря, физические упражнения развивают мозг ребенка. Просто нужно ребенку дать возможность эти физические упражнения выполнять. Не заставлять выполнять их, а дать возможность их выполнять. То есть, создать определенную среду, дать возможность ребенку ползать, дать возможность ребенку лазить, прыгать и так далее. Это все будет уже физической активностью, будет уже физкультурной деятельностью, да? И ребенок будет развиваться. Другое дело, что специальные физические нагрузки, да, они требуют своего уровня подготовки и своего возраста. Например, на сегодняшний момент популярен больше и больше становится воркаут. Да? Это силовые тренировки с собственным весом. Вот это в корне неправильно, да, потому что такими нагрузками можно заниматься, скажем, с 14 лет. Вопрос тренажерных залов – это возраст 21 года и старше, когда сформирована костно-мышечная система. То, что касается специальных видов нагрузок и специальных видов упражнений, нужно понимать. А сама физкультурная деятельность, она прям с самого рождения ребенок родился и только вперед. Сам процесс рождения, если это естественные роды, это уже колоссальная физическая активность. И надо позволить ребенку пройти этот путь. А дальше грамотное ведение первых дней жизни – тоже замечательные, закаливающие моменты и физическая активность. Человечек должен научиться пользоваться своим телом. И это очень важно, чтобы предоставлялась возможность родителями. Возьмем такой конкретный пример. Например, автомобильное кресло. Да, это необходимость. Да, в автомобиле ребенок должен быть зафиксирован. Но очень часто маленькие автокресла, люльки, переноски родители используют дома. Потому что в машине он хорошо сидит, и дома вот он посидит. И что мы имеем? Мы имеем контейнерных детей. Что такое контейнерные дети? Они пристегнуты, они ограничены в движении, они не могут повернуть голову и оценить ситуацию вокруг. Они закрыты от движения воздуха, они закрыты от информации. Это очень ограничивает их физические возможности и, соответственно, интеллектуальное развитие потом. Поэтому все должно быть разумно и в той ситуации, где оно предусмотрено. К счастью, большинство детей, 100% детей любят играть. И задача взрослых, чтобы у них было действительно достаточно возможностей для активной физической игры. Если мы раньше времени не пристегнем его, не усадим его, если мы сами, взрослые, раньше времени, не сунем ему в руки телефон или не посадим носом к телевизору, ему не придет в голову сесть. Он будет все время в движении, пока не устанет эта самая замечательная физкультура. Он хочет играть. И это залог его развития, движение – залог развития мозга. Усаженный статичный ребенок получает только напряжение и отставание в развитии. Мы никак потом, никакими репетиторами его не наверстаем. Поэтому, если ребенок хочет играть, поиграйте с ним, подвигайтесь и дайте ему возможность. Если у вас дома есть уже возможность, чтобы ребенок, ползая, бегая, мог с помощью диванных подушек подстроить себе домик. Или какие-то специальные модули, которые, благо, сейчас продаются. Развивает крупную моторику, развивает мускулатуру, развивает фантазию. Огромное количество сюжетов. Какие-то элементарные спортивные снаряды наиболее безопасны, чтобы можно было оставить его одного в комнате с ними. Замечательно. Дайте ему возможность. Школьная программа включает в себя уроки физкультуры. Скажите, насколько дети к ним готовы? Вы знаете, все очень печально. Вот можно сравнить за последних 10 лет, как сильно физическое развитие детей не улучшается сгадаемых. Хоть мы стали меньше давать детям нагрузки, учителя физкультуры более внимательно стали, отменили нормативы. Они у нас только в 9, 10, 11 классе влияют на оценку. Во всех остальных случаях они выступают только как диагностирующий инструмент для учителя, чтобы он реально видел, какие западают качества у детей физические. И вот я, проверяя каждую осень или весну пятиклассников, я просто в глубоком разочаровании. Когда из 50 мальчиков умеют потянуться только 2, когда ни один ребенок не может уже пробежать на тот норматив, который сейчас есть, долгий длинный бег, да, тысячу метров. То есть дети с трудом, пятиклассники, вкладываются в нормативы, в которые 10 лет назад вкладывались без труда первоклассники и второклассники. Это очень печально. И все это как раз-таки из-за такого отношения к здоровью, что если мы не будем трогать ребенка, то он станет здоровым. На Сензеле это путь в никуда. Здоровье надо укреплять, а укрепляется оно только за счет тренировок и физической активности. Скажите, как часто родители ставят вопрос об освобождении ребенка от уроков физкультуры? И насколько обоснованы их требования? По поводу освобождения от уроков физкультуры, у нас в принципе неправильно сформировано отношение к этому делу. Родитель считает во многом, что освободив ребенка от физической нагрузки, он сделает что? Ну, добро. Добро. Но как можно сделать добро, когда вы умышленно сажаете своего ребенка на скамейку на целый год? На самом деле, грамотный врач, он когда выписывают освобождение от физкультуры, он пишет рекомендацию той же школьной медсестре или тому же учителю, что освободить от бега, от прыжков, от сдачи норматива участия в соревнованиях. Вот это все остальное, общеразвивающее упражнение, подвижные игры невысокой двигательной активности, опять-таки элементы спортивных игр, от этого в принципе нельзя освобождаться. Освобождение от физкультуры и определение группы по занятиям физкультурой, это все прописано в нормативных документах Минздрава. Но есть еще такое понятие, как адаптивная переносимость физической нагрузки. И вот, к сожалению, каждый раз, когда доктор принимает решение, какую группу по физкультуре назначить конкретному этому ребенку, нам надо знать, насколько он переносит ее физическую, эту активность. И неутешительный факт всегда идет, как правило идет, на понижение. Потому что родители отмечают, плохо переносит физическую активность. Если доктор каждый раз сомневается, подготовительная группа с ограничением сдачи норм или нормативов или спецмед, очень часто выбор в сторону специальной медицинской группы из-за того, что ребенок плохо переносит физическую активность. И что мы видим? Что 6 месяцев занятия в спецмедгруппе не улучшают его физический класс. К сожалению, и это проблема не конкретно урока физкультуры и диагноза, а к тому, что ребенок к школе пришел, не выбегавшись, не научившись прыгать, не научившись падать. Мы сейчас имеем колоссальный рост травм. Но падать ребенок должен научиться в раннем детстве, когда он начинает ходить. Если по медицинским показаниям действительно возникает необходимость освобождения конкретного ученика от занятий физической культурой, то чем должны быть замещены эти часы в школе? Это не в школе. Замещаются, когда ребенок полностью освобожден от занятий физкультурой в школе, он должен заниматься лечебной физкультурой в поликлинике. Время на ЛФК выделяется. В поликлинике есть, во всех практически поликлиниках есть инструкторы ЛФК. Но вот в чем дело. Дети туда не ходят. Дети туда не ходят под разными предлогами, по уважительным, по неуважительным. И рычага воздействия нет никакого. Ну, чем может поликлиника наказать ребенка, если он не ходит на ЛФК? А чем может поощрить? Нет. Только как самосознание и движение родителей. Никакого рычага нет. То есть ребенку показано ЛФК, есть зал ЛФК, есть инструктор ЛФК, а ребенок туда не пришел. С этого года Министерство образования в своем инструктивно-методическом письме по преподаванию предмета физической культуры и здоровья сделало важное дополнение относительно того, чем должны заниматься освобожденные от физкультуры дети. Освобожденные от занятий на уроке. Если раньше эти дети допускались на занятиях, они должны быть в форме, должны быть в строю, выполнять непротивопоказанные виды движения, то есть опять-таки развивающие упражнения, общеразвивающая гимнастика и элементарные малоподвижности, средней подвижности игры. То с этого года новшество, и для нас это пока новинка, не знаю, хорошо или плохо, но теперь освобожденные дети не должны быть в спортивном зале. Должны быть в библиотеке, в неклассным чтением заниматься, либо у психолога, либо у педагога-организатора, либо у какого-то учителя получать дополнительные образовательные услуги. Наше тело устроено таким образом, что оно отвечает на вызовы окружающей среды. То есть если мы делаем все для того, чтобы ребенок рос в тепле и меньше двигался, на это будет откликаться тело. То есть оно будет становиться полным, оно будет запасаться жиром, и ребенок будет, естественно, толстеть. Почему? Потому что телу не нужно адаптироваться под физические нагрузки. Если мы ребенка делаем все возможное для того, чтобы ребенок активно двигался, тело будет на это откликаться, будет улучшаться сердечно-сосудистая система, будет уменьшаться жировые ткани и так далее. Поэтому, закрывая от детей возможности обычной физической культуры, мы сейчас не говорим о спорте, мы тем самым просто убиваем их здоровье. Какие пробелы в физическом воспитании ребенка могут повлиять на его психологическое состояние? Если ваш ребенок хочет бежать, а вы просите его сидеть, если малыш кричит в коляске, когда его пристегивает мама к этой коляске, он хочет бежать, в чью пользу решение родителей? Казалось бы, мамино спокойствие минутное, но оно покупается ценой здоровья ребенка. Если он не хочет быть пристегнут в коляске, значит, он уже вполне в состоянии пройти эту дорогу, также гораздо веселее. Иногда ошибочно родителям кажется, что облегчая нагрузку, мы делаем лучше. Но наше тело все-таки, это природная биологическая часть, оно без движения начинает разрушаться. Мало того, что оно не развивается так, как стоило бы, как нужно, оно начинает потихоньку разрушаться, костно-мышечная система совершенно не так работает, как нужно. Что получается, когда ребенок настолько сильно оберегаем от излишней физической нагрузки, от активных игр, он рыхлый, физически, психологически, как это сказывается? Он чувствует себя беспомощным. Растущий ребенок, достигая подросткового возраста, очень внимательно начинает оценивать себя. Что я могу в этом мире? Он начинает свою самооценку выстраивать. Ребенок физически беспомощный не может иметь хорошую самооценку. В крайнем случае искусственно завышенную, чтобы компенсировать это чувство беспомощности. Это раз. Второе. Ребенок, который не выбегался, не устал, вечером гораздо более капризный и раздражительный. Мы невольно делаем наших детей гораздо более невротизированными. Получаем невротизированного и не очень уверенного в себе человека. Как только мы ребенка одеваем в шубы, не даем ему возможность двигаться, оберегаем его всяческими разными мероприятиями, не дай бог упадешь, разобьешь локоть, мы резко ограничиваем не то, что его физическое развитие, а его эмоциональное развитие, его интеллектуальное развитие. Вы больше гуляете на свежем воздухе, запишитесь в бассейн, купите велосипеды, катайтесь с места, проводите как можно больше времени на улице, потому что действительно дома, да, можно заниматься, но, поверьте, свежий воздух и движение – это те бесценные лекарства, которые, ну, в принципе, ничем в жизни не заменить. Два часа в неделю и плюс час здоровья спорта, для того, чтобы нормально развиваться, этого очень мало. Мне кажется, вот самое идеальное для детей – это все-таки цикличные виды спорта, хоть это и скучно, да, легкая атлетика, плавание, ну, бокс с ним, с легкой атлетикой, ну, хотя бы плавание – это то, что самое простое, что полезное может сделать любой родитель для ребенка. Во-первых, это, ну, это жизненно необходимый навык, да, у меня держаться на воде. Это благоприятно для организма, как закаливающая процедура, это благоприятно для развития костно-мышечной системы. И она развивает выносливость, которой абсолютно сейчас нет у детей. Ее нету, потому что они не бегают во дворах, нету этих казаков-разбойников, нету этих шальных, там, пыльных площадок от меща. Все, к сожалению, сидят дома под присмотром или у гаджетов. Дело в том, что когда наши дети перестают двигаться в таком темпе, как заложено было природой, шанс, что у ребенка начинает возникать депрессия или очень сильно сниженный фон настроения, резко повышаются. Они даже не знают, многие из них, что такое мышечная радость. А ведь работающие мышцы заставляют выделяться в кровь гормон удовольствия, кроме всего прочего полезного. И вот не получая этого гормона, шанс у них впасть в уныние и в депрессивные какие-то состояния гораздо выше. Любые физические нагрузки требуют контроля со стороны медиков. Скажите, пожалуйста, организован ли в школе такой контроль? И могут ли такой контроль осуществлять заинтересованные взрослые родители? У меня тоже возник вопрос, что значит любые под контролем медиков. Ребенок может двигаться, играть, как и где ему угодно. И не делаем ли мы хуже, когда мы пытаемся взять под контроль все, что происходит с ребенком. Мы много говорим о безопасности ребенка, но мы его не можем обезопасить на 100%. И опять же, как бы виниться в том, что, например, ребенок на физкультуре упал и сломал там руку, грубо говоря, винить преподавателя физкультуры, ну, на мой взгляд, это немножко неправильно, потому что это просто рабочая ситуация, которая может произойти. Ребенку надо дать возможность двигаться и постараться просто сделать среду для него, для его движения и развивать его. Он сам о себе позаботится прекрасно. Человек – разумное существо. Своей гиперопекой убиваем врожденное чувство безопасности. Ребенок, человек должен быть сам ответственен за себя, за принятие решений. Мы создаем искусственно-инфантильное поколение. Я согласна, что медики должны контролировать особые процессы, но переносимость физической нагрузки должен оценить прежде всего человек сам. Для этого нужно почувствовать эту нагрузку. Мы лишили детей свободной игры и свободного выбора. Ведь если брать дворовые игры, очень было важно, да, подтянуться за командой, но и сказать «стоп!» Вот, ну, я больше не могу, все, я устал. Это человек, реально оценивающий ситуацию и свои возможности. Но это надо прочувствовать. И мы у детей, забирая возможность свободной игры, свободного движения, мы забираем у них возможность вот эту, оценить свои возможности. Есть дети, которые всячески отлынивают от урока физической культуры, у которых что-то постоянно болит, которые там не могут бежать, не могут дышать, еще что-то не могут делать. О чем это говорит? Прежде всего, это говорит об отношении к физической культуре самих родителей. Просто хотят родители этого и не хотят, но они подают такой пример, такого понимания, что этот предмет не важный, не заморачивайся, как бы, да, иди лучше отдохни, да. Тем самым подрывая и здоровье, и отношение к физической культуре. Ведь физическая культура – это не только три урока в неделю. Физическая культура – это то, чем человек будет заниматься всю свою жизнь, если он хочет сохранить свое здоровье. Поэтому, если родители сами не занимаются спортом, вернее, не так, если не занимаются физической культурой, да, и не показывают пример собственным детям, очень сложно ребенка мотивировать заниматься этой физической культурой. Если для родителей этот урок или эта деятельность не имеет никакого значения, скорее всего, для ребенка она не будет иметь никакого значения, пока не наступит проблема. Какое значение в этой связи имеет движение дворовых игр? Как только ребенку мы предоставляем возможность играть, как только мы организовываем саму деятельность, дети приходят и играют. Есть площадки, но дети не привыкли к дворовым играм, им нужен организатор. И когда мы просто организуем это с нашими ребятами, волонтерами, организуем для них возможность играть, дети приходят. Дети оставляют гаджеты, оставляют все на свете. Для них это интереснее. Для них интереснее игра во дворе, для них интересная игра на площадках, для них интересны команды, для них интересны турниры, и они приходят с большущим удовольствием. Какие рекомендации мы сегодня можем дать родителям по организации физического воспитания их детей? С самого рождения не ограничивайте детскую подвижность. Шаловливый, подвижный, активный ребенок – это залог его здоровья сейчас и в будущем. Я думаю, что в первую очередь нужно родителям самим заниматься физической культурой и показывать этот пример детям. Невозможно развивать интеллект отдельно от тела. Невозможно развивать душу отдельно от интеллекта. Мы не сможем сделать нашего ребенка успешным и здоровым, если усадим его неподвижно. Уважаемые родители, не добивайтесь того, чтобы вашего ребенка как можно надольше освободили от урока физической культуры. А если вдруг такое случается, то старайтесь как можно быстрее избавиться от этого не совсем хорошего статуса. Уважаемые родители, любите детей, заботьтесь о них, будьте для них достойным примером. Пусть движение дарит радость вам и вашим детям. Уважаемые родители, занимайтесь сами физической культурой, показывайте пример детям, делайте это вместе, и тогда они будут точно любить этот предмет и заниматься им. Статистика утверждает, что здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, еще настолько же от экологии. На 10% от состояния системы здравоохранения и на 50% от самого человека. Помните об этом и постарайтесь, чтобы этой информацией владели не только вы, но и ваши дети. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова